Доброе утро! Вот как одеваться в этом городе, когда с утра 13 градусов, а буквально через 3 часа уже будет 23. Я прям... Вроде сейчас так морозно, но я понимаю, что через 3 часа будет очень жарко, и придется все вот это вот таскать в руках. Ну да ладно! У нас с утра очень туманно. Я люблю туманный Нью-Йорк. Это всегда так загадочно, так мистично. Смотрите, уже сколько зелени вокруг. Прям такое все зеленое стало. Даже не верится, что через 3 часа будет какая-то жара. Мне кажется, меня кто-то дурит. Я еду по делам на Манхэттен. Решила взять вас с собой, немножко поснимать город. Начала слушать книжку. Ну как начала? Начала несколько дней назад. Слушаю вот так в дороге, когда убираюсь. Называется «Голем и Джим». Еще одна книжка про Нью-Йорк. Точнее не про Нью-Йорк, а действия, которые происходят в Нью-Йорке. Конец 19 века. Очень интересная книжка. Магическая такая, немножко волшебная. Про волшебных существ, таких как Голем и Джим. Джин. Джим. Джин. В общем, очень интересно. Расскажу, когда это слушаю. Ну, мне осталось немножко, буквально несколько глав. Вообще, времени на чтение у меня как-то в начале мая, до середины мая будет совсем мало. У меня через 2 недели экзамен, мне надо готовиться. Так что не знаю, когда вообще буду что-то читать. Ну вот, стараюсь хотя бы аудиокнижки слушать. Все, поехали. Есть что-то магическое в туманных утрах. Ладно, бегу в метро, а то так могу я часами снимать. Полдня пройдет, я ничего не успела. Очень люблю свой район. Школьный автобус едет. Это всегда как в кино. Ну, ладно. Субтитры делал DimaTorzok Я на Тайм-сквер приехала, бегу по делам. Ой, дверь бы кто открыл. Два дверь. Тайм-сквер. Куча народу. Все как обычно, какая девушка интересная. Смотрите, какой я прикольный ракурс нашла. Нью-Йорк. Вообще, я очень хорошо помню, как я больше, чем 10 лет назад смотрела на онлайн-камеры, еще будучи находясь в Москве, я смотрела на онлайн-камеры и наблюдала за Нью-Йорком. Там камера была как раз направлена на Тайм-сквер, и у меня сейчас я вам снимала эти видео, и у меня такая ностальгия прям вообще. Сколько прошло лет, и я все до сих пор, вот уже, несмотря на то, что я 8 лет живу в Нью-Йорке, я до сих пор не могу поверить, что я живу тут. Представляете? Уже 8 лет прошло, я получила американское гражданство, и я до сих пор не могу поверить, что я жительница Нью-Йорка. Вот такое бывает. А там где-то Трайфлер-билдинг в тумане. Все сегодня в тумане. Но это место вы точно знаете. Наша главная публичная библиотека Нью-Йоркская. Если вы смотрели сайт «Сайд из большого города», «Послезавтра» и многие-многие другие фильмы, то это все вот тут. Вот тут, вот тут. Вот тут это креста. Здесь очень классная выставка на первом этаже. Я вам туда советую, потому что там есть Винни-Пух. Вон тот слева. Вот этот. Настоящий Винни-Пух хранится в этой библиотеке. Ну и это место вы знаете. Это Гранд Централь Терминал. Такой большой и такой центральный. Как говорили в мультике «Мадагаскар». Пойдемте зайдем внутрь. Мне нужно туда, на вокзал. И я как раз для вас поснимаю. Это не главный вход. Это запасной, так скажем. Я иду на новый вокзал. Надо его еще найти. Хочу там снять рилсик для Инстаграма. Смотрите, сколько людей приезжают в Нью-Йорк на работу с утра. У нас сейчас четверг. Раннее утро. Время полдесятого. Так что вот эти все люди, ну, наверное, идут с электричек. А мне надо найти новый вокзал. Сейчас буду искать. Вот эта дорога к вокзалу. Вот вокзал, на котором я нахожусь. А это вот к нему дорога. Раньше, кстати, здесь ходили поезда. Вот в этом месте. Но потом это все убрали. А вот, смотрите, Централ Парк. С высоты птичьего полета. Площадь Колумба во время Дня Благодарения. Парад на День Благодарения. Обожаю парад этот. Тоже Централ Парк. Вот такой вокзал новый построили. Сейчас я его найду. А вот то место, где мы с вами только что проезжали, которое было в тумане. Сейчас найдем вокзал. Смотрите, сколько тут арт-объектов. Вот их-то я и хочу поснимать для Инстаграма. Это все новенькое. Это все открылось, по-моему, в конце прошлого года. Красивый вокзал. Куча денег. 15 лет. Строили его. Сейчас посмотрим, что-то настроили. Главное потом выбраться, а не уехать куда-нибудь. Вот я нашла то, что искала. Это большая-большая-большая панорама такая. Ее ику самый. Вот. Для Нью-Йорка специально. В этом году этим электричкам... Извините, мне приходится говорить вместе с этим информатором, потому что он просто не замолкает. В этом году этим электричкам исполняется 190 лет. Как они возят людей по нашему большому Лонг-Айленду. И тут вот есть небольшой такой выставочный зал. Вот, например, валидатор билетиков. Вот так раньше выглядит. Очень прикольно. Здесь можно посмотреть всякие паровозики, поезда. Очень интересные всякие билеты выставлены. Так что, если вы любите историю Нью-Йорка, то вам обязательно сюда. А здесь вот карта поездов. Вот мы с вами находимся вот здесь. И вот так. Вот здесь вот Бруклин находится. Господи, где он? Я не вижу пальцем. Вот он, Бруклин. Вот я там живу. Вот здесь Манхэттен. Мы с вами здесь находимся. И вот так вот идут все электрички по нашему Лонг-Айленду. Мы доезжали до самого конца. Там на самом конце очень прикольный маяк. Очень красивый океан. Там уже выход к океану открытый. Потому что то, что у нас здесь Бруклин и Манхэттен, это все проливчики, заливчики океанские. А вот здесь уже идет открытый океан. Так что очень прикольно смотреть это все на карте. Тут вот даже есть образец кондуктора. Прям красота. Обожаю историю Нидерка. Обожаю все это разглядывать. Полицейская машинка здесь на вокзале. Смотрите, как выглядит. И тут напротив полицейский участок. Тоже очень симпатичный. Там вон полицейские работают. Но опять же, история, история. Наконец-то замолчал этот информатор. И можно хоть спокойно поснимать. Все, я сняла Кусаму и бегу обратно. Я поднялась. И сейчас покажу вам главную красоту. Этого вокзала, который вы точно видели в каких-нибудь фильмах. Это вот. Это же самый снимаемый вокзал в мире, наверное. Grand Central Terminal. Здесь куча всяких секретиков находится. Так что, если вы будете в Нью-Йорке, то приходите ко мне на экскурсию. Я вам все, все эти секретики расскажу. Вот так, это очень красиво. Я обожаю этот вокзал. Обожаю кассы. Тут еще немножко работает. Конечно, все уже перешли онлайн. Люстры. Это все очень-очень красиво. Самые дорогие часы Нью-Йорка. Ну и вот обычно оттуда все снимают и фотографируют. Где куча народов. Все. Я выхожу и бегу дальше по делам. Туман вообще не проходит, но на улице уже жарко. Жилетку я уже сняла. И теперь в итоге таскаю ее с собой. Вы видите мыльные пузыри? Вот эта рекламная акция, я понимаю. Души какие-то раздает. А пузыри на всю улицу. Метят. Какие красивые девчонки. Да, пойдем. Люблю эту арку. Красиво сейчас цвести все будет. Она еще такая самая поздняя весной. Но будет потом очень красиво. Как вы видите, у нас распогодилось, как и обещал прогноз погоды. Я дослушала големы джин. Ну, в принципе, я и поставила четверочку из пяти. Там нет атмосферы Нью-Йорка особо такой. Это такая прям сказка-сказка. Такая сказка для взрослых в стиле Тысячи и одной ночи. Мы там видим две линии. Это линию голема, которую создает неудачник, которому никак не везло с женщинами. Он обращается к какому-то там местному шаману. И он создает ему женщину. Но при этом голем наделена мозгами, наделена каким-то разумом. Может думать, чувствовать. И они плывут в Нью-Йорк. Он ее оживляет. Оживляет? Оживляет. Оживляет на корабле по дороге в Нью-Йорк. И сам на этом корабле и умирает. И она остается одна, пребывает в Нью-Йорк. И вот ее удивительная жизнь там и начинается. Точнее тут. И вторая линия Джина, которого тоже оживляют в Нью-Йорке. Через много-много лет его скитаний в лампе, которого заколдовали давным-давно. И вот он оживляется. Оживляется человеком в Нью-Йорке с браслетом на руке. Как будто бы он в нем заточен. И ему нужно как-то освободиться от своего человеческого времени. А он не знает, как это сделать. И вот в какой-то момент они вместе встречаются и начинают жить свою странную жизнь среди людей. По дороге им встречаются разные люди, как хорошие, так и плохие. В какой-то момент они вместе встречаются и узнают, что они оба какие-то не такие, не люди. И это тоже их роднит. Там уже появилась, кстати, вторая часть. Я думаю, слушать или нет, она по длительности тоже такая длинноватая. 22 часа, по-моему. Если не на скорости, на второй слушать. Могу ли я сказать, что мне прям понравилось? Я не могу так сказать. У меня не создалось впечатление, что это какая-то такая история, настоящая. Это вот реально такая сказка. Как-то не вызвала она у меня доверия. Но, в принципе, хорошо написано, легко написано, достаточно легко слушается. Так что я вам советую, если вам хочется как-то немножко расслабить свои мозги и не хочется прям читать какую-то чушь, то это вполне себе достойная книжка. У меня тут неожиданно случились книжные покупки. Мне пришли книги на русском языке. Хочу вам показать, чего купила. Купила Диккенса. Наконец-то я все его слушала онлайн. Купила, наконец-то, его хоть что-то. Буду читать. Я слушала его Оливера Твиста. Вот хочу еще лавку древности. И вообще хочу понять, нравится мне Диккенс или нет. Купила Миддл Марч. Ой, они только такие тоненькие. Я думала, что они толстые. Там, наверное, шрифт мелкий очень. Хочу пойти на курс по английской литературе. А там, естественно, есть Миддл Марч. В общем, думаю, хочу я идти на этот курс или нет. Ну вот, решила купить себе, почитать. Надеюсь, что мне повезет. Купила вот такую книгу. Это автор, бывшая жена Дмитрия Быкова, по-моему. У него много лекций. Я не очень фанатка его творчества. Но мне нравится, как он интересно рассказывает про литературу. И вот это его жена выпустила книжку. Я посмотрела, у нее, оказывается, достаточно много книг. Я вот то, что нашла у нас здесь, что можно купить, буду тоже изучать. Мне кажется, должно быть интересно. И последняя книжка – это Поляринов. Ой, господи, что-то там прилипло. Короче, Алексей Поляринов «Ночная смена». У меня есть его почти 2 килограмма слов, как-то она так называется. Эссе по литературе. И вот это, по-моему, тоже что-то наподобие. А ну да, тут написано «Опыт чтения Кавки», «Сервантеса». Тоже наподобие того. Там мне книга очень понравилась. Надеюсь, что это тоже понравится. Я вот ее нашла в Нью-Йорке и купила. Наконец-то она у меня есть. Хотя она у меня есть и онлайн тоже. И на английском мне пришла Рута Зеки. Ну, я прочитала хороший отзыв про нее. Решила себе тоже купить, почитать. Посмотрим. Купила бэушную. И что-то мне кажется, что зря я купила бэушную. Но мне очень хотелось вот именно в таком оформлении. А у нас она продается в другом совсем оформлении. Ну, посмотрим. Вот такой у меня вышел день в Нью-Йорке. Я прогулялась, делала все свои дела. Сейчас еду домой. Мне надо учить экзамен. Готовится, короче, все. Это такое занудство. Целую вас в носике, как всегда. Желаю вам хороших выходных. Встретимся в следующем видео из Нью-Йорка.